Мы выехали из Каламбаки и едем в Сивоту, на побережье. Едем в горах, кругом очень красиво, дорога очень живописная. Время 2 часа, около 2 часов. И ожидаемое время прибытия наше на побережье где-то в районе 4-5 часов. В Сивоту я выбрала случайно, но все приморские города Греции по-своему прекрасны. На табличке прямо написано, что это вода только для питья. Ядом заброшенное талантно. И все это в горах. Дороги в Греции очень хорошие и малозагруженные. Витя, как всегда, ест курицу. Я буду есть суп. Китание у нас тоже есть. Все будем сыты и счастливы. Пить-стопы здесь большая редкость. Поэтому все очень счастливы наконец обрести сервис. Ты-то не настроила на 1080? Нет. Как 4К? 4К-каю. Дорога по навигатору должна была занять 2 часа. Но у нас она заняла, конечно, больше времени. Вот оно, Ионическое море. Мы считаем, что оно лучше человеческое море. Мы приехали в отель ближе к вечеру. Было жарко, и мы пошли купаться. Отель сразу произвел впечатление элитного и эксклюзивного. По своему расположению, закрытому от посторонних глаз. А маленькая бухточка, где расположен пляж, особенно уютная и домашняя. Вот это наш пляжик. И тут мы будем загорать и лежать 2 дни. Хотел сказать 2 недели, но потом подумал, что всего лишь 2 дней. Я? Я? Купаемся в Ионическом море. Море очень теплое, чистое. Но, конечно, не идеальное. Нужно искать идеальный пляж. Это пляж еще не идеальный. По крайней мере, море не идеальное, дно не идеальное. Но пляж очень классенький, оборудованный. Нет, на деревянный настил, лежачки, в общем, душик. Все культурное, как положено быть на пляже. Это наш стильненький апартамент. Отель Арнелла. Было очень много разных отзывов в интернете. Отель по стоимости чуть больше 50 евро. На мой взгляд, не очень дорог. Но очень стильный. Очень интересный отдел костей. Мы занимали 2 апартамента на втором этаже этой двухэтажной виллы. И у нас был свой бассейн. Ванная комната в нашем апартаменте. Довольно стильный бери. Утром мы встали и пошли на завтрак. И тут мы, конечно, узнали, что отель у нас просто полон подзавязку. Называется Гранат. Это тоже наше тело. На завтрак мы всегда приходим в числе последних. Мы не очень притязательны к еде. И нам всегда хватает. Идем на пляже по дорожке. После завтрака мы прошлись до пляжа, чтобы посмотреть, как там с местами. Но все было прекрасно. Хоть на песке. Хоть и на песке. Лежим. И отдыхаем. После первой ночи сообщаю 3 лайфхака по нашему отелю. Первое. Здесь злющие комары. Включайте сразу фумигатор. Второе. Нет розеток. Берите разветвитель. И третье. Нет Wi-Fi. Здесь вам никто не поможет. Сколько вас много. Напротив нашего пляжа пролегал фарватер для яхт. И эти красавицы бесшумно и важно скользили туда-сюда, как в кино. Вечером мы отправились в Сивуд поужинать. Пойдем. В таверну. Не торопливая память. Следите по пантерам. Марина. Каламара. Это не кальмара. Каламара. Это кальмара. А что это? Наполею? С мужчиной едим горлик бред. Это хлеб с чеснёчком. И попиваем винишко. Ура! Мое блюдо. А кто? А вот. Прекрасная рыба. Ура! Мои кошки заедут. Не бойся. Иди давай. Ох, какова. Тут и закат. Мы и море. Мы уехали из отеля Орнелла. И теперь едем вдоль моря. Смотрим различные красивенькие пляжики. Они такие маленькие здесь. Они такие маленькие здесь, уютные. Но нужно спуститься с дороги к самому морю. Маленькие христики. Потом снимем где остановимся. Пока. Очень красивый пляж. Так от амбара и ложишься. Такой же принцип, как везде. Беговая линия от Сивоты до Лиги. Резная, как кружево. Уютные маленькие пляжики прячутся между скал. Нужно лишь спуститься с горы. Около берега много прекрасных живописных островков. Кажется, до них можно дотянуться рукой. После множества остановок мы добрались до курортного города-парка. Это главный курорт Эпира. Любимое место отдыха греков. И летом город перенаселен. На высокой скале мы увидели крепость. Говорят, ее возводили норманы и достраивали венецианцы. Правда, осмотр достопримечательностей не входил в наши планы. Здесь находятся два прекрасных пляжа. На одном из них в кафе мы сели выпить кофейку. Как ты после кофе отдохнул? Это как всегда хорошо. В компании таких прекрасных женщин. После кофе мы отправились в Лиге. Там нас ждал отель. Мы его забронировали на Букинг-Коми. По дороге мы еще не раз останавливались полюбоваться потрясающими видами. И в отель приехали ближе к вечеру. Но было еще не по-вечернему жарко. И мы пошли купаться. Пляж был непривычно безлюдным и бескрайним. Вот и закат. Только мы, море и закат. Это красиво. После купания и прогулки мы проголодались и пошли поужинать таверну в соседнем доме. Было очень вкусно и недорого. Отель Акрафоласия бюджетный, но очень гостеприимный. Все есть, как видите. Белье, уборка, паркинг под оливковым деревом. Уезжать было жалко. Мы идем со машинами. И витки мешают нам выехать. Сейчас будем уезжать. Напоследок мы решили накупаться. И опробовать мою новую камеру Sony. В подводных съемках. Можно готовиться к погружению. А примерно, конечно, на хорошей камере. Это было классное купание и уезжать не хотелось. Итак, всем привет! Сегодня 28 сентября и мы удаляемся от Ионического моря. На Ионическом море мы провели два дня. Два дня в отеле Арнелла и один день в отеле Акрофоласия. Акрофоласия, бюджетный отель. Мы взяли два номера на троих по 23 евро. Утром мы встали и картина нас впечатлила. Когда это море подсвечено солнцем, когда оно освещено, оно такое теплое, нежное, спокойное. И хочется в нем плавать, плавать и плавать. И вот эта бескрайняя пустота, которая тебя окружает, она тебя как-то умиротворяет. Поэтому я хотела сказать, что не гонитесь за дорогими отелями. В дешевых отелях тоже можно найти гармонию и ощущение счастья.